Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема сегодняшнего занятия – этапы развития капитализма. Мы с вами встречались в октябре прошлого года. Четыре месяца назад и на той первой лекции, и на семинарском занятии мы рассмотрели некоторые основные понятия капиталистического способа производства. Но вот за эти четыре месяца мы же понимаем, что в природе, в обществе нет ничего застывшего, раз навсегда данного, все развивается. Капитализм тоже немножко подрос в переносном смысле. Тот капитализм, который мы рассматриваем. Поэтому наша задача – рассмотреть этапы развития капитализма. Это небольшое вводное. Но чтобы рассмотреть что-то новое, мы должны вернуться немножко назад. И вообще, наверное, вспомнить некоторые основополагающие понятия, поскольку за четыре месяца, наверное, многие что-то могли упустить, могли что-то забыть. Итак, предметом нашего рассмотрения, изучения, был капиталистический способ производства. Или просто, проще говоря, капитализм. Что это такое? Это система производственных отношений, которая складывается между людьми в процессе производства. То есть капиталистический способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. Вот то, что мы рассматривали. И капиталистические производственные отношения образуют определенную систему. Ведь метод рассмотрения, метод, так сказать, изучения капитализма у нас диалектический. И он изложен в «Капитале Марса», основном произведении марксизма. А в диалектике, что начинается с чего-то исходного, основного, самого простого, которое в себе в зародыше содержит все основные, все остальные определенности, понятия, категории, законы, противоречия капиталистического способа производства. И шаг за шагом они развертываются. Мы получаем более конкретные выражения этих самых производственных отношений. Ну давайте буквально вкратце мы пройдемся. Исходная клеточка капитализма – товар. То есть товарное производство – та основа, из которой развивается капиталистическое производство. А само капиталистическое производство есть не что иное, как товарное производство. Та стадия, та ступень развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Можно так сказать, это всеобщее товарное производство. То есть, когда не только средства производства, продукты производства, а сама рабочая сила становится товаром, то есть товарное производство становится всеобщим, оно переходит на ступень, которая именуется, называется капиталистическим товарным производством. Что мы еще рассмотрели? В товаре, как элементарные клеточки капитализма, внутри заключено противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью. Вот появляется, внутри в товаре есть прославленная категория стоимости. Там же показывает себя, проявляет закон стоимости, основной экономический закон капитализма. Ну и дальше пробегая эту цепочку, из стоимости появляется прибавочная стоимость, как часть стоимости. И мы приходим к цели капиталистического производства, это производство прибавочной стоимости или прибыли. А прибыли это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего капитала. И вот мы подходим к основному моменту нашей лекции. Вот это вроде как теория такая. Но теория же она отражает жизнь. Марс не с головы взял, не с потолка, а он исследовал реальную жизнь капиталистическую. Как развиваются капиталистические производственные отношения. И вот в капитале теоретически изобразили. А как вот в сфере действительности, ведь это стоимость, прибавочная стоимость, все это там в глубине находится, это сущность. А вот на поверхности как это проявляется? Вот отношения между капиталами, между капиталистами. Вы наверное это слышали неоднократно. Постоянно здесь каждый день трубят и слева и справа. Совершенно правильно. Это отношения конкуренции. То есть отношения между капиталистами, они тоже регулируются законом стоимости. Так? Но на поверхности они выступают как законы конкуренции. И вот тот этап развития капитализма, когда они, так сказать, расцветали, действовали вовсю, на сто процентов получил название «Период капитализма свободной конкуренции». Это тот период, который наши, скажем, отечественные либералы любят без памяти. Вот им очень хочется, чтобы у нас был капитализм свободной конкуренции. Это их мечта. Это их все. Хотя капитализм свободной конкуренции когда был, если исторически посмотреть? Ну лет двести назад. Лет двести назад и где-то уже середина девятнадцатого века он стал приходить. Другой этап развития капитализма. Поэтому все попытки, все действия сегодня вернуть нас туда на самом деле во что превращаются? Нет, не утопию. В реакцию. Это было в реакцию совершенно верно. А в реальной жизни это превращается в разрушение производства. Это простой, скажем, вывод. Ну давайте рассмотрим вкратце, что из себя представляет вот эта борьба капитала, борьба капиталистов, борьба за свой частный интерес. А частный интерес в цель капитализма, еще раз, это получение прибавочной стоимости или прибыли совершенно правильно. Вот мы с вами рассматривали, какие есть методы получения прибавочной стоимости. Напомню, первый это абсолютная прибавочная стоимость за счет увеличения продолжительности рабочего дня. Второй метод это относительная прибавочная стоимость за счет, скажем, относительно уменьшения необходимого части труда. Так вот, если капиталист, настоящий капиталист, ну тот, о котором великий наш поэт Владимир Маяковский писал в поэме Владимир Ильич Ленин, что так, тогда в начальные, так сказать, свои годы капиталист был ничего, деловой парнишка. Первым работал и не боялся в то время работы засалиться в манишко. Так вот, если капиталисты повышают производительность труда, применяют какие-то новшества на производстве, то что получается? Ведь рост производительности труда приводит к снижению стоимости единицы товара, который производится на данном предприятии. Поэтому капиталист, который повышает производительность труда у себя на предприятии, получает преимущество по отношению к другим капиталистам. Это относительная получается, да, стоимость? Ну да, как нет. За счет роста производительности труда. И получая преимущество, что происходит на поверхности явления в этом мире конкурентной борьбы, он побеждает других капиталистов. Начисто другие капиталисты, они разоряются. И вот в этой постоянной борьбе через противоречия, через сталкивание от этих частных капиталистических интересов идет развитие капитализма эпохи или периода свободной конкуренции. А какие последствия вот этой борьбы? Вот было много капиталистов в данной отрасли, сто предприятий. В результате конкурентной борьбы что происходит? Что выделяется? Несколько. Несколько, да. Остальные разоряются. То есть какие процессы идут? Идут процессы укропнения производства. Они получили название в экономической теории, в науке, процессы концентрации производства и капитала, процессы централизации производства и капитала, процессы обобществления производства и так далее. Мы на них остановимся вкратце, чтобы не путаться в этих понятиях. То есть вот идет концентрация, увеличение капитала и уменьшение их количества. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть капитализм, помимо своей воли, в силу объективных экономических законов, которые заложены в этом способе производства, в этих производственных отношениях, втягивается в какой-то иной струй, который противоположен этой самой конкуренции. Ну что такое монополия? В самом простом понимании. Ну это такое крупное капиталистическое предприятие, которое захватывает рынки сырья, рынки избыта, эдитует свои условия. Если монополия, то конкуренции уже и нет. То есть монополия – это прямая противоположность конкуренции. Ну вот такое вступление, значит. А можно вопрос сказать? Давай. А причина монополии получается именно свобода конкуренции, да? То есть вот так докладывается. Можно так сказать, но конкуренция – это поверхность капиталистического общества. Конкуренция – это та борьба, в которой проявляются вот те экономические законы, которые заложены в капитализме, там в глубине находятся, их не видно на поверхности. Начиная с закона стоимости, да, закона производства прибавочной стоимости и так далее. То есть совершенно правильно, но лучше еще глубже туда заглянуть. Основной экономический закон капитализма какой? Закон стоимости. Так вот закон стоимости и диктует вот эти действия капиталистов. То есть монополия почему получает? Вы совершенно правильный вопрос задали, правильно, по сути, на него ответили? Не потому, что какие-то капиталисты вот козни строят, злодея они, да, хотят конкуренцию извести. Сами экономические законы капитализма диктуют им эти действия. Но если он не будет… То есть еще раз, цель у него какая? Получение прибыли. Один из методов получения прибыли – повышение производительности труда. Ну не будет он повышать производительность труда, а другие-то будут повышать. И что произойдет? Его вытолкнут. Он разорится, он обанкротится. То есть они вот через эту борьбу идут. И результатом-то получается нечто такое, которое противоречит этой самой конкуренции. Ну давайте немного в сторону. Значит, мы рассматривали с вами четыре месяца назад вот эти основные понятия, насколько мы смогли в течение четырех часов их рассмотреть. И основное произведение марксизма – капитал Маркса. Успели пробежать первый том до последней, точнее предпоследней главы, но заключительной. 24-й главы «Капитала» я рекомендовал всем почитать. Седьмой параграф 24-й главы первого тома «Капитала», который называется «Историческая тенденция капиталистического накопления». Где Маркс из анализа развития капитализма, вот в первом томе Маркс анализирует процесс производства капитала. Вот сделал такие выводы. Это был 1867 год. Вот эти тенденции только стали появляться. А именно какие? Концентрация капитала, то есть увеличение капитала за счет увеличения производства. Централизация капитала, когда увеличение капитала за счет того, что один пробивает другого, скупает по дешевке разорившиеся предприятия и увеличит свои капиталы. И шли процессы об обществлении производства, то есть усиление его общественного характера. Когда уже предприятия работают не на какую-то, скажем, небольшую группу других предприятий, или, скажем, население, на все общество. То есть вот эти процессы шли. Маркс этим закончил. И сделал вывод, что мир капитала втягивается в такую ситуацию, когда нарастает противоречие. То есть общественный характер производства все развивается, а прибыли достается все меньшему количеству капиталитов. Ну и дальше он заканчивает рано или поздно. Да, и с другой стороны капитализм вот этим своим развитием создает материальную силу, которая совершит переворот в капиталистическом способе производства, рабочий класс. Значит, это было 1867 год. Прошло буквально несколько десятилетий, и жизнь подтвердила правоту вывода Маркса. Но Марса уже не было живых. Но знамя и борьбы за дело рабочего класса, и исследования теоретического капитализма подхватил Владимир Ильич Ленин. Вот его одна из основных работ называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Значит, она входит в список литературы, который вывышен у нас в СДО в Красном университете. Я, так сказать, настоятельно рекомендую ее прочитать. Когда вы возьмете в руки эту книгу, вы сразу... Вам как-то полегчает, потому что я представляю, когда вы берете капитал, три тома, каждый под тысячу страниц, сразу настроение, наверное, падает. Работа Ленина небольшая. Она вот такой толщины. Называется «Популярный очерк». Это, с одной стороны, говорит о скромности Владимира Ильича Ленина, а с другой стороны, говорит о том, что все, что Владимир Ильич Ленин написал в этой работе, и она установана вот на базе, на фундаменте, а именно на капитале Маркса. То есть все законы развития капитализма даны в капитале. А вот какие-то новые явления, которые связаны с переходом капиталистического способа производства в ее высшую и последнюю стадию империализма, они изложены в работе Ленина. Причем надо сказать, что Владимир Ильич Ленин не только вот так вот на голом месте. Эта работа, если взять полное собрание сочинений, 27-й том. Полное собрание сочинений Ленина. А следующий том, 28-й, называется «Тетради по империализму». Вот такой толстенный. Тоже откройте, посмотрите, полистайте, почитайте. Вы увидите, какой богатейший фактический материал переработал Владимир Ильич Ленин, чтобы написать свою небольшую по объему работу, но очень важную. Ну вот давайте мы теперь будем рассматривать. Итак, первое, к чему мы уже подошли и на что обратил внимание Владимир Ильич Ленин, это то, что капитализм свободной конкуренции, он переходит в нечто противоположное как бы. То есть появилось новое явление, именно монополия. А монополия противоречит свободной конкуренции. То есть вот первый вывод получается. А как быть с товарным производством? Ведь капитализм – это, еще раз, стадия товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. А с товарным производством что происходит? Ну вот оно остается. То есть оно как было основой капитализма, так и останется. И до тех пор, пока капитализм будет существовать, товарное производство останется его основой. Возникает такое противоречивое явление, когда с одной стороны есть монополия, которая противоречит конкуренции, да, и товарного производства, с другой стороны вот эта товарная основа, она остается. И вот в этом противоречии капитализм будет существовать до самого конца. И будет вот такое привлекение, разнообразные формы, их множество, когда с одной стороны монополия, с другой стороны где-то самая конкуренция. Мы можем взять из сегодняшней нашей жизни, хоть в нашей стране, хоть за рубежом эти примеры. Когда с одной стороны есть монополия, с другой стороны есть ожесточенная конкурентная борьба. Ну я не знаю, я всегда люблю приводить примеры гражданского авиастроения. Все мы это знаем, все на слуху, кто-то и летает. И это речь уже даже не о отдельных странах, но строительство широкофузеляжных пассажирских самолетов. Ну какие компании господствуют во всем мире? Я пока не беру социалистическую. Бас и Боинг. Совершенно верно, две компании. Одна какая, американская Боинг, а другая европейская. Даже отдельная сейчас европейская страна, будь то Франция, Германия, Великобритания, не могут позволить себе такую роскошь делать такое сложное техническое изделие. Вот они объединились. Ну в России что-то осталось. Есть, по-моему, в Канаде, есть в Бразилии, но там уже, так сказать, другого класса самолеты. А так два. То есть монополия, чистейшая монополия. Даже в Америке один, в Европе один. А конкуренция осталась? Конечно. Между Боингом и Аравасом. Вот и наша конкуренция осталась. Вот в этом противоречии какую мы отрасль, какую сферу производства не возьмем, мы эти примеры увидим. А мы делаем первый вывод. Итак, значит, Леня делает такой вывод, что на рубеже 19-го и 20-го веков произошла смена свободной конкуренции монополий. И капитализм перерос в свою новую стадию. А именно монополистическую или империализм. Поэтому на вопрос, а будет вопрос в домашнем задании, дайте понятие империализма. Если вы скажете, коротко напишите, что империализм это есть монополистический капитализм, преподаватель вам обязан будет поставить зачет. Поскольку вы охватили самую суть империализма. Еще раз подводим итог. Если дать короткое определение империализма, это есть монополистический капитализм. Или, точнее, монополистическая стадия развития капитализма. Значит, что мы имеем? Подведем некоторый промежуточный итог. Капитализм развивается из товарного производства. Товарная производство – это тот фундамент, основанный на который вам ставит капитализм. И первый этап развития капитализма – это и есть капитализм в свободной конкуренции. И второй этап, его последняя стадия – это капитализм монополистический. Когда на смену свободной конкуренции приходит монополь. Вот Ленин дальше пишет, что короткие определения, конечно, выхватывают саму суть явления, но они недостаточны. И дальше Ленин расшифровывает, развертывает, раскрывает свойства империализма. Ну, давайте немного проследим ход рассуждений Владимира Ленина, его логику. То есть, где возникают монополии? Прежде всего, производства. Совершенно верно. Возникают производства. А кроме сферы производства, есть еще сфера… Банков? Нет, не будем мы перескакивать. Совершенно правильно. Мы до них дойдем, от нас. Ну, мы будем по ступенечкам идти. Я вот так по ступенькам поднимался. Вы, наверное, через весь этот тип прыгали, да? Давайте мы так по ступеньке идти. Есть сфера обращения. В сфере производства производятся на капиталистических предприятиях товары. Ну, а дальше что? Вот они на складах лежат, копятся, копятся там, портятся. Нет, капиталисты их реализуют. Где реализуют? В сфере обращения. Там, где господствуют торговые капиталисты. То есть, капиталисты продают одни товары, покупают другие и так далее. И в этой же сфере обращения есть ее часть, ее кусочек, сфера денежного обращения. Потому что идет обмен товара на деньги, деньги на товар. Так вот, сфера денежного обращения – это то поприще деятельности, где господствуют, как вы совершенно правильно сказали, банки. То есть, помимо промышленных капиталистов, помимо торговых капиталистов, есть еще банки. Наверное, сегодня они у всех на слуху. Это такие капиталистические предприятия, которые, с одной стороны, аккумулируют, собирают временно свободные денежные средства капиталистов, функционирующие. И, с другой стороны, представляют этим самым функционирующим капиталистам эти же деньги во временное пользование. То есть, кредиты, суд, займут. Вот небольшую плату, которая называется банковский процент. Так вот, давайте логически рассуждать. Вот идет конкурентная борьба. Что, она охватывает только сферу производства? Только в сфере производства образуются монополии? Конечно, нет. Эта конкурентная борьба также идет и в сфере обращения, в том числе в сфере денежного обращения, где функционируют банки. И эта монополизация, образование монополии идет и в банковской сфере. И шло тогда. Ведь первоначально роль банков была второстепенная. Их называли скромные посредники в платежах между функционирующими и капиталистами. Вот капиталисты, промышленные, торговые были на коне. Произвели товары. Надо рассчитаться. Не наличкой же даже в те времена. Не мешки с деньгами возили. Открывали банковские счета в банках. И вот банк осуществлял платежи по поручениям этих капиталистов. Предоставлял денежные средства, кредиты. Процессы монополизации шли в этой сфере. И количество банков уменьшалось. Их роль возрастала. Возрастали и размеры кредитов. И прочее, прочее, прочее. И из скромных посредников платежа банки стали превращаться в монополистов судного капитала. Ну, кто-то из вас брал когда-нибудь кредиты, например, ипотечные? Нет, да? Брали, да? Вот головы качает. С вас все подноготно, до седьмого колена, наверное, требовали, да? Ну, вот вы можете на досуге зайти на сайт любого банка в раздел юридические лица. Набрать трочку. Представление кредита. И посмотреть список документов, которые требуют банки от юридических лиц. Для того, чтобы получить кредит. Это огромный список. Там вся подноготная. То есть банки получают всю информацию о действиях того капиталиста, которому они предоставили кредиты. И контролируют их. И чтобы провести платежку не просто так теперь. То есть банк взял, предприятие капиталистическое взявшее кредит, дает платежку, пожалуйста, деньги приведите туда. И банк потребует, на какую цель, соответствует ли они кредиту и так далее. И проследит туда. То есть что происходит? Происходит то, что банки начинают влиять. Не просто влиять, а диктовать условия промышленным капиталистам. И происходит слияние банковского и промышленного капитала. И на этой основе образуется финансовый капитал. То есть вот научное определение финансового капитала. Банковский капитал сросшийся с промышленным капиталом. Это финансовый капитал. А те капиталисты, которые представляют этот финансовый капитал и стоят за ним, это финансовая олигархия. Вот нас говорят, там олигарх, здесь олигарх. Ну пожалуйста, строго научное понятие. Финансовый олигархи – это представители финансового капитала. Значит вот получился, выводится, Лениным был выведен еще один признак империализма или монополистической стадии капиталистов. Это сращивание банковского и промышленного капитала и образование финансового капитала и финансовой олигархии. Дальше. Вот, скажем, прослежим, следим, как происходят события. Вот берем крупную страну в конце 19-го, начале 20-го века. В сфере производства, промышленности образовались крупные монополии, которые все захватили. А может где-то на периферии остались какие-то небольшие капиталисты, живут там в проголоде. В банковской сфере образовались огромные банковские монополии. Оказывался финансовый капитал. Ну что еще в этой стране взять-то? Все там, все под контролем, все под колпаком. Куда устремляется взор этот крупный финансовый капитал? Совершенно верно, совершенно верно. И если для капитализма свободной конкуренции был характерный вывоз товаров, то есть мировая торговля товарами. Вот в этой стране произвели, скажем, в России, не знаю, пеньку, да? И он еще что-то вывозили, нам какие-то товары и так далее. То для монополистической стадии капитализма характерен уже вывоз капитала. Ну а что такое вывоз капитала? Я думаю, вы знаете, что такое капитал и достаточно легко дадите определение. Что такое капитал? Вспомним. Самая возрастающая стоимость. Совершенно правильно. Значит, капитал – это самая возрастающая стоимость. Следовательно, вывоз капитала – это что такое? Ну, это формальная логика. Ну, это заубеж у нас предприятия. Вывоз капитала – это самая возрастающая стоимость. Значит, вывоз капитала – это вывоз самая возрастающая стоимость. Все очень просто. Совершенно правильно. Но если по-простому объяснять, это когда капиталисты одной стороны, уже не капиталисты, а представители финансового капитала, в другой стране либо покупают, либо строят заводы, эксплуатируют рабочих из этой страны, привлекают и присваивают прибавочную стоимость и возят эти прибыли себе в страну. То есть вот получается третий признак, третий признак, третье свойство империализма это решающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. Идем дальше. Но ведь капитал и самовозрастающая стоимость. Есть пределы самовозрастания капитала? Какие-то? Нет. Мы с вами рассматривали 4 месяца назад. Есть пределы самовозрастания стоимости? Нет. Но если у вас миллион долларов, это что предел? Нет. У кого миллион долларов, что он хочет? Миллиард. Миллиард. Получить? А у кого миллиард долларов? Три миллиона. Десять миллионов и так далее. То есть пределов самовозрастания стоимости нет. Это вот постоянный такой процесс. И он диктует действия. Вот вывоз капитала, когда финансовый капитал в этих империалистических странах, в других странах построил предприятия, выкачивает, высасывает прибавочный труд наемных рабочих. Вот эти предприятия, это плацдарма. Плацдарма для захвата вот этих новых рынков. Сырья, сбыта, из-за кабаления этих новых стран. И крупнейшие монополии крупнейших империалистических стран приступают к экономическому разделу мира. То есть получается у нас еще один признак. Четвертый признак. Это экономический раздел мира между крупнейшими монополиями, либо группами монополий. Четвертая стадия. Нет, не стадия, это признак империализма. Но когда экономический мир поделен между крупнейшими империалистическими государствами, дальше-то что уже? Значит, финальная точка. Совершенно верно. Ну зачем вот, когда экономически уже загабалили эту страну, а здесь еще какое-то самостоятельное правительство, что-то там пырится, что-то делают, пытаются. Зачем она нам нужна? Давайте мы захватим эту страну. Сделаем свои колонии. То есть территориальный раздел мира и образование колониальной системы – это пятый признак. Подникновение империализма. То есть подводим некоторые итоги. Значит, есть короткое определение империализма. Еще раз, это монополистическая стадия капитализма. Это короткая. А есть более широкая. Это та стадия развития капитализма, когда налицо имеется господство. То есть концентрация производства и образования монополий. Второе. Сращивание банковского монополистического капитала с промышленным монополистическим капиталом, образование финансового капитала. Решающее значение приобретает вывоз капитала. И происходит экономический и территориальный раздел мира между крупнейшими монополиями и крупнейшими эмпириалистическими державами. Когда произошел этот процесс? В конце 19-го, в начале 20-го века. Ну, давайте подводим некоторые итоги промежуточные. Собираем урожай. Иногда. У нас любит выражаться. Значит, первый вопрос. Вот этот процесс перехода капитализма, а в конце 19-го века все страны мира были капиталистическими. Вот так? Вот он прошел. И весь мир капитала перешел в свою высшую стадию монополистическую или стадию монополизма. Вопрос первый. Что, все страны можно назвать эмпириалистическими? Нет. Там строгое разделение труда, если это можно назвать. В кавычках возьмем. То есть небольшая группа стран, их можно назвать собственными эмпириалистическими странами. Или эмпириалистическими разбойниками. И другая, большая часть группы стран, которые эксплуатируются этими эмпириалистическими. Хищниками. Причем это доходит до образования колониальной системы с потерей политической независимости. Совершенно верно. Вот первое. Второй вопрос. А это что, раз и навсегда данное отделение? Вот произошло тогда, в конце 19-го века. Но если вы будете внимательно читать работу Ленина, вы увидите, что Владимир Ильич относит к собственным эмпириалистическим странам, Германию, Великобританию, Францию, Соединенные Штаты Америки, Японию и Россию. А что, это раз и навсегда данное явление? Нет. В рамках капитализма, в недрах капиталистического способа производства действует еще один экономический закон. Это закон неравномерности экономического и политического развития капитализма. Именно в эпоху империализма. У Ленина есть еще одна работа, очень небольшая. Не знаю, там несколько страничек. Называется «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Вот в этой небольшой работе такие коренные, фундаментальные выводы сделаны. Вот первый закон. Какой из него вывод следует, если действует такой закон неравномерности экономического и политического развития стран в эпоху империализма? Это значит, что по мере развития какие-то страны, бывшие империалистические, собственные могут отходить на второй план, угодить в тень. А на арене появляются новые игроки. Так ведь? Ну давайте посмотрим, что сегодня есть. Вот прошло 100 лет, да, с лишним, после написания Лениным работы. Ну произошли вообще два крупнейших событий. Первая – это Великая Октябрьская социалистическая революция, когда от мира капитала откололась шестая часть суши и образовался мир социализма. Вот за эти 100 лет какие изменения произошли? Ну да, в части стран, в том числе и в нашей стране, произошли контрреволюции. И мы опять влились туда, в империалистическую часть мира. Но мир социализм по-прежнему живет и действует. Теперь там главная страна, главная опора – это Китайская Народная Республика. Вот интересные спецсихи. Посмотрим. Сейчас благодаря интернету. Мао ведь тоже сейчас принадлежит к либеральной верхушке. То есть к хозяевам денег относятся. Ну, Мао Цзэдун сейчас, да? Нет, ну, это давно умерло. Кто сейчас принадлежит к либеральной? Давайте мы… Это у нас отдельный вопрос, будет время, мы пообсуждаем. То есть на сегодняшний день мы должны давать отчеты, понимать, не забывать. Вот иногда читаешь так, поверхностный свод, весь мир капиталистический и т.д. и т.п. Ничего подобного. Большая часть мира пока еще капиталистическая, империалистическая. Но есть и мир социализма. То есть мировая система социализма на сегодня. Какие страны относятся? Китайская Народная Республика, Вьетнам, Куба, Корейская Народная Демократическая Республика, Северная Корея, Лаос. Ну, Гонконг, он считается частью Китая на сегодняшний день. Это не какие-то малюсенькие страны, вот если взять первичную Китайскую Народную Республику. Вот последние данные, я посмотрел. Вы можете зайти и меня проверить. Есть такая организация, Международный валютный фонд, МВФ, который ведет статистику. Здесь показатель ВВП, Валовой внутренний продукт. Там статистику по двум направлениям, по номиналу и по паритету покупательной способности. Ну, что такое паритет покупательной способности? Это когда берут какие-то одинаковые товары и сравнивают цены, чтобы одинаковые были. Так вот, получается, по паритету покупательной способности на сегодняшний день, по итогам 2018 года, Китайская Народная Республика вышла на первое место. То есть, объем ВВП составляет 25,3 триллиона долларов. Вот Соединенные Штаты Америки 20,6. То есть, они на втором месте. Вьетнам дает более 700 миллиардов долларов. Куба данных нет, но ориентировочно 100 миллиардов. КНДР 45, ЛАОС 54. То есть, доля это порядка 20 процентов, пятая часть. Ну, а по населению, сами можете посчитать, в Китае порядка миллиарда 400 миллионов, 100 миллионов во Вьетнаме, ну, чуть поменьше других странах. Ну, это попутно. То есть, вот первое было изменение. Второе. Ну, произошла Вторая мировая война, которая, ну, серьезно поменяла расстановку сил уже вот в той, в империалистической части мира. То есть, я напоминаю, тогда я там была в Европе, Германия, Великобритания, Франция, на востоке Япония и за океаном Соединенных Штатов Америки. В ходе Второй мировой войны Германия и Япония были разгромлены. Франция тоже формально победитель, но много потеряла и Великобритания. Кто вышел? Соединенные Штаты Америки, да, вышел на первом месте. То есть, на сегодняшний день есть главная империалистическая держава, это Соединенные Штаты Америки. И поменьше империалисты. То есть, нельзя так сказать, есть точки зрения удивительные, которые считаются вот сейчас там 200 или 250 стран в капиталистической части мира. Вот крупные страны, это крупные империалисты. Средние страны, средние империалисты. Маленькие страны, это маленькие империалисты. То есть, какие-нибудь там республики Фиджи, там еще это маленькие империалисты. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к науке. На сегодняшний день главная капиталистическая держава Соединенных Штатов Америки. Вот такое образное сравнение, если возьмем из мира природы. Здесь крупная акула плывет. А вокруг нее всегда, ну, кто любит смотреть каналы Библии природы, показывают, да? Вокруг нее помельче плывут. Вот они как бы связка, они единственные, они помогают друг другу. Вот крупные акулы высматривают такую солидную жертву, да? Что делают, которые поменьше? Помогают терзать эту жертву. Можут там загнать, можете ее кружить, можете еще что-то. При этом в мире акулям есть противоречия между акулами? Конечно, есть. Конечно, есть как иначе-то. Вот так они и живут. Ну, вот такой вывод. То есть неравномерность экономического и политического развития стран ведет к тому, что эта расстановка сил меняется. Далее. Ну, вот что мы видим? Некоторые говорят, пытаются критиковать, скажем, Ленина, его позицию. Вот Ленин писал о том, вот пятый признак, вспомним, это территориальный раздел мира и образования колониальной системы империализма. Ну, колоний-то сейчас нету. Я даже не знаю, может и осталось там одна, две, три. Да, но в целом-то все страны, эти 200 с лишним стран в мире капитала, они же политически независимые. У них есть свои флаги, есть свои гимны, свои правительства, мощь должна быть. И большая армия своя. Поэтому, а поверхность? Совершенно верно. Ведь надо внимательно читать Ленина. Ведь он не просто говорит, формально тогда образовалась колониальная система. А что? Какое экономическое содержание из этой колониальной системы? Экономическим и территориальным разделом мира. Это система финансового, то есть все, господства, ограбления крупными империалистическими государствами всех остальных стран. Ну да, формально, политически, независимые. А система финансового удушения и ограбления этих стран со стороны Соединенных Штатах Америки и других империалистических стран осталась? Осталась. Более того, она привела такие формы, что, как говорится, комар носа не портучит. То есть, понятное дело, что если кто-то поднимет голос, в Америке их союзников всегда готовы. И авианосные группы, и бомбардировщики, и крылатые ракеты, тамагавки, и прочее, прочее. Но сейчас такая создана система ограбления, урушения, когда, как говорил известный литературный герой, да, все это, те, кого грабят, приносят денежки на блюдечки с голубой каемочкой. То есть, вот эта финансовая система, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки. Так, 45 минут прошло, делаем небольшой перерыв. Можно назвать европейское сообщество консолидированным хищником хилистического? В кавычках. То есть, у них есть общий, то есть, на самом деле, там противоречивые единства центробежных и центрестремительных тенденций. То есть, конечно, там есть какое-то единство. Но в этом единстве кто верховодит? Две страны. Германия и Франция. И они сдают тон. Если кто-то попытается выступить против, ну, их поставить на место. Тех же американцев наблюдением, да, уже есть тенденция к посткапитализму. А что такое посткапитализм? Посткапитализм и вообще коммунизм. Естественно, ссылка на такие у Маркеса так раз, но она не входит в капитал. А в Маркеса инфраструктуры не бывает. Вы знаете статью, нет? Нет. Что? вообще, я могу ссылочку сказать, это он редактор BBC новостей, он написал эту статью, интересная достаточно статья. это вот у нас суть такая, что информационные технологии они создают стоимость, если раньше это был рабочий труд людей, то сейчас именно информация и технологии создают ту самую стоимость. И вот это это посылки для того, чтобы переход на коммунизм, такие идеи. Я думаю, это одна статья, одна из тысяч и статей, и книг, которые уже на протяжении десятилетий идут. А идея очень простая, чтобы оградить сознание общественное нужным управлением, чтобы не шли к коммунизму, да, и эту идею не дрессовались. А вот будет посткапитализм. Чего только там не придумывают. Поверьте, столько индустриального общества. Я учился 30 лет назад, я помню историю экономических учений, там теория постиндустриального общества, теория роста, теория конвергенции, информационного общества. А сейчас теория информационного общества и так далее и тому подобное. Просто похоже больше на какую-то реакцию, как будто бы возвращение просто к феодализму, только скорее вот такой неофеодализм, когда уже вы работаете, а мы собираем. Да нет, ну что вы, это феодализм надо брать в кавычки. Ну, да, да. Зачем так? В том смысле, что у нас вопрос немножко другой концепции, какие у самой экономики вообще. На какие? А что меняется? Шринговая экономика, да, то есть под владение вещью, да, люди переходят к сознанию, что можно делиться, да, я на машине вчера на коншеринге ездил, на ней, наверное, два человека до меня поездили, в день, да, и я, да, в принципе, мне это выгодно. Мы даже вот с другом уже, он летел самолетом, я ехал на поезде, да, из-за билетов, да, он взял машину, подхватил меня, то есть мы сэкономили еще на коншеринге машине, то есть мы уже не платим наемный труд, не используем, да, не покупаем свою машину, по сути-то, что это такое? Это аренда. Аренда? Ну вот, аренда была и 200 лет назад. За счет информационных технологий доступен этот продукт, да, в итоге капиталист отходит немножко в сторону. Да не в сторону отходит, всегда на конечном этапе вы найдете этого капиталиста, выгодоприобретателя или выгодополучателя. Конечно. Я в следующий этап могу отдать, например, свою машину, я ее купил, она у меня стоит в гараже полгода до того, как я поеду в Крым. Значит, вы окажете в этой системе в роли того, кто немножко прихватывает часть прибыли. А суть в том, чтобы все люди трудящиеся стали немножко более... Вот это одна из идей давно народного капитализма и т.д. и т.п. Только он сейчас проявляется вот в таких формах. Так, а вот оно все больше расширяется? То есть, вот там статья указана, что в Греции там появились, например, бесплатные детские сады. То есть, это вот люди, видимо, которые и так сидят со своим ребенком, да, он берет, давай я там за то, что ты принесешь сейчас покушать, мы у нас всех, да, я посижу с двоими детьми, и так далее, как я понимаю, не изучил еще этот процесс. Так же... Вот даже если 100% будут бесплатные детские сады, скажем, в Греции, или у нас, и что из этого? Как это ли? Смотрите, пример на рынке Википедии, да, который убил, по сути, рынок энциклопедий на 3, там, чуть ли не триллиона, ну, достаточно большие суммы денег, да, производства энциклопедий, пусть даже там электронных или печатных, да, но теперь Википедию, которую создают сами люди, получают за это деньги, да, она заменила тот продукт, за который раньше мы платили деньги. Вот я скажу перспективы, это, Даниш, это в интернете мы разместим материалы по образованию, да, и образование станет бесплатным, если это сделать вообще доступно. образование уже есть массовые открытые онлайн курсы и там лежит очень много открытых материалов, но при этом, если хочешь получить документы, платишь деньги, то есть все равно придумают, на чем заработать, все равно придут монополисты и захватят. Это пример конкурентной борьбы вы привели. Я предприниматель, поэтому я капиталист, да, я плачу в основном за способности. У вас есть наемные рабочие? Да. Ну да. Я плачу им не за корочки, а за способность, за возможность выполнять функции. Вы покупаете рабочую силу, используете ее, правильно? Да. Но ее стоимость, себестоимость, она может создать себе самостоятельно, посидев онлайн курсы, придя ко мне в трудоустройство и продемонстрировать свои навыки, способности, ну, плюс, пожалуйста, испытательный срок и так далее, где может проявиться человек со всеми способностями. Стоимость рабочей силы разная тоже от квалификации работника. Точнее, стоимость, она одна, имеется в виду, квалификация разная. Есть труд простой, есть сложный. Сложный, простой, возведенный в степени. То есть, один простой труд, это пример у вас, а кто-то, получивший квалификацию, более высокий, обладает и дает вам сложный труд. Ну, все, это же, это вообще первый тонк капитала. То есть, всегда вот, за всеми этими новшествами, всегда, если копать, 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 дойдет до очень простых вещей. Возвращаясь к вашим примерам, вот википедия, и стоящие совершенно верно за ними какие-то предприниматели-капиталисты, разорили тех капиталистов, которые занимаются выпуском бумажных вариантов энциклопедии. Это что, пример? Конкурентная борьба, которая осталась даже сейчас в эпоху империализма. Везде мы найдем что-то. Вы же правильно говорите, всегда по цепочке, кто получает схему финансирования википедии, я не знаю. Ну, сайт Airbnb, где люди делились жильем, где можно было например, в какой-то город, и люди туда сдавали все друг другу жилье. На какое-то время там действительно люди лично сдавали это жилье, а потом раз и оказалось, что ты выбираешь какую-то квартиру, а это какая-то уже организация стоит, которая уже захватила какой-то рынок, то есть ты уже не с реальными людьми, то же самое в Бла-Бла-Каре, ты вроде сначала ездил на частниках, а потом выясняется, что это фирмы какие-то туда проникли под видом частников, то есть тоже как бы укрепнение. Давайте, начинай. Полагается у нас после перерыва ответы на вопросы обсуждения каких-то, ну, как всегда я виноват, немножко не успел, нам надо закончить. Подводим итоги. Третий вопрос, какое историческое место империализма? То есть вот капитализм развивался, да, на основе товарного производства, прошел период свободной конкуренции, 100-150, может быть, 200 лет, и вошел в свою последнюю, высшую стадию монополистического капитализма. Что дальше? вопрос, какое историческое место империализма? Вот Ленин в своей работе так его раскрывает. Ну, первое, уже мы знаем, историческое место империализма, это монополистический капитализм. Здесь повторяется вывод. Второй вывод он делает. В капитализме появляются элементы паразитизма. Ленин так и прямо пишет, паразитический капитализм. С чем это связано? Первое, вывоз капитала. Паразитизм в квадрате, такая образная формулировка и образное сравнение. Эксплуатация рабочих есть, конечно, паразитизм. А в данном случае эксплуатируются рабочие других стран. То есть получается паразитизм в квадрате. Третье, в эту эпоху, именно в эту эпоху появляется громадный слой рантье. Кто такие рантье? Это лица, совершенно отделенные от участия в процессе производства, а живущие только на процент от своего капитала. То есть если капиталист функционирующий, он пользу приносит, организует производство, развивает, делает попытки, как-то рантье вообще не участвует в производстве. То есть это паразиты самые настоящие. То есть они есть везде, во всех предстранах. И у нас тоже, и большие, и маленькие. Третье, вернемся к монополии. То есть монополия, когда она захватила какую-то отрасль производства, то в ней внутри монополии появляется тенденция, вот обратите внимание до слова, тенденция к застою. Если вы захватили какую-то отрасль, почвите, на лаврах, зачем повышать производительность труда? Это тяжелое дело. Какие-то новшества внедрять. Вы и так получаете монопольные прибыли и сверхприбыли. То есть появляется тенденция к застою. И, наконец, четвертое, из этих сверхприбыли, из монопольных прибыли, можно подкупать руководителей и правительства, мы сейчас вернемся к этому, подкупать и профсоюзных деятелей, и руководителей рабочего движения. То есть те, кого Ленин назвал рабочие лейтенанты, лейтенанты. А это уже есть вот эта прослойка, это главная опора получается буржуазия в рабочем движении. Это важнейшая, крупнейшая опасность рабочего движения. Вот второй раздел и третье. То есть капитализм в своей монополистической стадии создает все необходимые объективные и субъективные предпосылки для перехода к социализму. То есть Ленин такой вывод, что между государственным монополистическим капитализмом и социализмом никаких от и той ступенькой, которая называется социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. И, как говорится, блестящее подтверждение этого теоретического вывода, а он основан на жизни, это победоносная советская революция в России в 1917 году. Давайте немного рассмотрим. То есть империализм это канун социалистической революции. То есть он готовит все необходимые условия. Вот отличие социализма и социалистических производственных отношений в том, что капиталистические отношения имеются в виду экономические производства возникают в недрах феодализма. То есть есть феодальная собственность, помещицы, землевладения и возникают в городах прежде всего сначала ремесленные, затем мануфактурные капиталистические предприятия. То есть капиталистические отношения уже там существуют. Осталось только настройку поменять, совершить революцию. Совсем другое дело, что касается коммунистических отношений, вот Март с Энгельсом в капитале сделали вывод, что коммунистические отношения, производственные отношения в недрах капитализма не возникают. Их нужно создавать. То есть сначала рабочий класс совершает революцию, берет власть в свои руки и затем строит новые отношения, новое скрыть общество. Ленин, проанализировав вот эти новые тенденции в развитии капитализма, внес уточнение, что да, коммунистические производственные отношения в недрах капитализма не возникают за исключением наиболее его развитых форм. То есть не может рабочий класс взять готовыми эти отношения к капитализму в целом. За исключением, повторяю, развитых форм. Какие это развитые формы? Первое, самый простой пример, это банки, банковская система. То есть по своей форме это общественное счетоводство, это форма общественного счетоводства. то есть все расчеты и предприятия, и физические лица проводят через банки. Пожалуйста, меняй их содержание. Второй пример, почта. Но пока наша буржуазная правительство вроде не уничтожила почту по всей России. Но если будет стоять, зачем уничтожать почту? Вот, пожалуйста, берите готовы, меняй только содержание этих иглей. То есть империализм или государственный монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма. Вот такие, скажем, выводы. Что касается современной России. Отдельный, так сказать, разговор, то есть после совершения контрреволюции произошла реставрация капиталистических отношений у нас в стране и уже 30 лет у нас такой полновесный капитализм. То есть обычный капитализм. Вопросы какие возникают? Идут дискуссии постоянные? Вот Россия является империалистической страной или нет? Будет время, можно с вами обменяться мнениями, поспорить, если что. Ну, нас, наверное, должно интересовать больше другое вообще нынешней России капиталистической предпосылки, объективные предпосылки социализма есть или нет? Ведь как образовался капитализм в нашей стране? Ведь он произошел не из феодализма. Это в 17-м году, когда капитализм вырос из феодализма, из феодальных помещий России. А сейчас наша Россия, наш российский капитализм явился отрицанием социализма. А социализм это крупное обобщисленное производство. Как еще говорят, единое монополие, работавшее на все общество. Или единый народно-хозяйственный комплекс. А что такое объективные предпосылки? Ну, совсем по-простому. Это крупное машинное производство. Крупное обобщисленное производство. Если совсем упростить, должны быть заводы, крупные привести заводы в городах. Потому что та материальная сила, которая способна совершить перевороты в капитализме, прийти к социализму, это какая? Рабочий класс. Поэтому как минимум он должен быть. Но если не будет рабочего класса, кто будет совершать революцию и строить социализм? Понятное дело, что один рабочий класс это не сделает, но он является ядром основной силы. Той материальной силой, которую делает этот переворот. А чтобы он был, капиталист, и надо строить заводы. Вот если мы посмотрим, что у нас происходит, то на протяжении этих 30 вновь испеченная буржуазия продолжает разрушать производство. Есть вещи не очень приятные для правящего класса, господствующего класса капиталистов, но статистику уж как не пытаются обмануть здесь, как не пытаются, но не получается. То есть уровень промышленного производства нашей России на сегодняшний день так и не достиг уровня промышленного производства РСССР 90-го года. Сифры разные, вы можете открыть российский статистический ежегодник, я его вчера взял, калькулятор посчитал, у меня получилось 92%. Вот он, за 30 лет, а 30 лет это колоссальный срок, за 30 лет это хоть страны капитала, хоть страны социалистические могут подняться. Развитие это идет в любом случае, у нас идет разрушение. То есть на самом-то деле у нас есть две тенденции, и тенденция, что что-то строят, но эта тенденция разрушительная, она пока не преодолена. Извините, это 4 года после перестройки получается, 90-й год. Ну, я взял условно 90-й год. Начало 90-х годов, мы можем сделать такой вывод, что капитализм уже как у нас налицо был, вот он стал уже. То есть 90-й год ну такой как бы условный, то есть там был переходный период капитализма, все это вот. А начало 90-х годов все он стал. Прошла приватизация, все уже у нас государственные капиталистические все критчатно хозяйственные, все законы приняты, все, капитализм. Поэтому 30 лет берем. Вот такая темная. Но с другой стороны, не все успели уничтожить. Не все. И это радует. Потому что вспомним определение Лениным данной диктатуры пролетариата. Определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские и вообще промышленные рабочие в состоянии руководить всей трудящей массой в деле свержения иго-капитала, в деле установления нового общества и вплоть до полной победы коммунизма. То есть нас интересуют какие? Фабрично-заводские, городские, промышленные рабочие. Ну если мы откроем статистику нашу, Росстатовскую, то он дает следующие цифры, что в промышленности России на сегодня трудится где-то 10-11 миллионов рабочих. Много это или мало? Мало. Мало. Очень мало. Вопрос тогда. А сколько было фабрично-заводских рабочих в 2017 году? Тоже можно поискать разные источники. В целом свойство к тому, что 4-4,5 миллиона рабочих было, фабрично-заводских рабочих царской России. При общей численности населения? Ну, население у нас же было. Если брать Россию, царскую, ну, 200, наверное, было. Под 200. Ну, сельское население, крестьянство было порядка 120-125 миллионов. Гуржазия и прочее, прочее. во всяком случае, мы должны ориентироваться на эту цифру, 4-х миллионов человек достаточно, чтобы совершить победоносную революцию. А сейчас у нас сколько? 10 миллионов. То есть, мы вот однозначно, несмотря на все попытки нашего правящего класса буржуазии разрушить до основания, не получается. 10 миллионов рабочих есть, и этого достаточно. то есть, объективная предпосылка для социализма у нас, ну, с точки зрения наличия рабочего класса присутствует. Так, давайте мы закончим лекцию. Я и так отнял 10 минут. Перейдем к вопросам. Поступило два вопроса, как называется, вживую. Отслушайте. Я, к сожалению, не записал фамилия, имя те, кто знал вопросы. Вот вопрос от девушки. Расскажите, пожалуйста, о законе тенденции нормы прибыли к понижению. Значит, есть такой экономический закон, закон тенденции нормы прибыли к понижению. Он рассматривается Марксом в третьем томе капитала. Напомню, как разворачивается система экономических законов. Есть основной экономический закон капитализма. Это закон стоимости. Он первоисходный. И он в себе содержит все остальные законы. И вот он разворачивается, Маркс отслеживает эту логику, и приводит нас к закону тенденции нормы прибыли к понижению. Давайте посмотрим, что такое прибыль. Вот мы будем постоянно откатываться назад, поскольку мы с вами 4 месяца за 1 час или за 2 часа рассмотрели практически первый том капитала, второй том капитала мы не рассматривали, к третьему не подступали. Мы будем постоянно спотыкаться. Ну сейчас постараемся как-то это вкратце. Итак, прибыль это что такое? Это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. То есть что мы знаем? Что цель капитализма прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость это часть стоимости, за которой стоит прибавочный труд наемных рабочих и которой безвозмездно присваивается капиталистом. Это внутри сущности капитализма. На поверхности явлений вообще в голове у капиталиста прибавочной стоимости нет. Он может и не знать, что оно есть. Большинство не знает, их не интересует. А с чем сталкиваются капиталисты? С прибылью. С прибылью. А прибыль как у них получается? прибыль для капиталиста. Это избыток над тем, что он бросил производство. А производство что бросает капиталист? Капитал. А капитал состоит из двух частей. Это основной капитал средства производства и переменный капитал. на самом деле переменный капитал создает прибавочную стоимость. Но повторяю, в голове капиталиста происходит такое превращение. Некоторые говорят извращение. Нет, превращение все-таки. И действительно на поверхности экономических явлений прибыль это есть избыток над капиталом. Вот был капитал. На этот капитал капиталист купил прибавочную стоимость. Извиняюсь, средства производства и нанял рабочих. В процессе производства была произведена новая стоимость, которая перебрела форму прибыль. Так вот что получается? И есть понятие нормы прибавочной стоимости в выражении точной степени капиталистической эксплуатации. Мне придется встать. Можно придвину? по куку. Вот это вы понизлили? Итак, что мы знаем? Что норма прибавочной стоимости это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. То есть переменный капитал создает новую стоимость M присваивается. Это заработная оплата рабочих и прибавочная стоимость которая присваивается к капиталисту. Но прибавочная стоимость на поверхности явлений капиталистических в голове представляется как прибыль. Как прибыль обозначается буква КП. Прибыль наступает как порождение не только переменного капитала а всего капитала. Вот он обозначается капитал. здесь обозначен как C плюс V. Соответственно норма прибыли прибавочная стоимость как бы модифицируется в норму прибыли. Это как прибыль или прибавочная стоимость так обозначено отношение C плюс V. Это прибыль. Но прибыль и прибавочная стоимость сделаем допущение И вот подходим к вопросу который задал закон тенденции нормы прибыли к понижению. Что происходит в процессе функционирования борьбы экономической конкуренции капиталистов? То что мы говорили час назад. капиталисты повышают производительность труда. То есть идет технический прогресс. Это факт жизни противоречия и так далее. И он выражается в том что растет органическое строение капитала. Это факт. И сто лет назад и пятьдесят лет назад. Органическое строение капитала отношение ЦКВ отношение массы средств производства к переменному капиталу. То есть вот это отношение оно постоянно растет по мере движения развития капитализма. И вот давайте теперь логически порассудим. Вот оно растет все больше и больше. И вот эта часть знаменателя будет увеличиваться больше чем числитель. А норма прибыли соответственно будет стремиться к уменьшению. Это арифметика. Но за ней стоит вот это экономическое содержание. Там если вот обе части поделить как раз виднее. Ну вы видели это по-разному можно пояснить. то есть сами экономические законы капитализма ведут к тому и действия капиталиста ведут к тому что норма прибыли понижается. Это первый вот. Второе ведь маркс диалектик и жизнь она противоречила. Смотрите как формулировка закона. Не закон понижения нормы прибыли, а закон тенденция. То есть есть масса противодействующих факторов к тому чтобы норма прибыли понижалась. Ну не сегодня предмет рассмотрения капиталя труда например она очень будет влиять на В. Там много маркс 5 или 6 факторов рассматривают и они действуют. И вот в этом противоречивом единстве идет развитие. Но тенденция к снижению нормы прибыли присутствует. Второй вопрос который поступил известная проблема с которой мы постоянно периодически дискутируем. водитель общественного транспорта по понятию он не рабочий поскольку он оказывает услугу переводит пассажиров. Влияет ли это на его сознательность? Ну вот возвращаемся к тому понятию диктатуры пролетариата которое 10 минут назад говорил. Вот случайно ли Ленин это же работа великий почин это же после совершения Великой Октябрьской социалистической революции. Вот у Марса в Капитале написано четко там рабочий класс это единственная материальная сила способная совершить переворот в капиталистическом способе пролетариат рабочий класс в целом. И вдруг Ленин пишет не весь пролетариат не весь рабочий класс а именно городские фабрично-заводские промышленные рабочие что он случайно сказал об этом? Нет не случайно потому что он был опыт уже подготовки революции свершения и начала строительства социализма вот именно какие городские фабрично-заводские промышленные рабочие вот кто будет до конца руководить всей борьбой вплоть до полного победы коммунизма вот если брать в целом что касается конкретно человека только еще нет человек из продуктов воспитания обстоятельств так то и среди будут передовые борцы обязательно уже есть борцы за дело рабочего класса до конкретно до конкретно вопросы все значит давайте у нас есть время готов пообсуждать ответить на вопросы если есть если нет у меня бывает такое не готов еще я могу провести дополнительные сведения по поводу финансовой системы ограбления империализма и место России поскольку здесь в интернетах мы спорим дискутируем с определенной категорией товарищей постоянно до бесконечности заявляют что Россия эпилеалистическая страна и так далее и тому подобное так пожалуйста а вот про то что вы упомянули сейчас вот в Питере же есть несколько таких культурных центров на базе бывших заводов вот это вот и есть деиндустриализация всяких это разрушение производства конечно точка кипения ну вот мы с вами когда в октябре встречались да ну вот кто живет или работает в районе метро новочеркассской я в тех краях каждый не бывает то есть на моих глазах был огромный завод в ревестник все разрушен теперь там будет жилье но вроде говорят его перевели это не худший вариант но я долгое время прожил в городе великий новгород могу вам рассказать буквально две минуты короткую историю ну такой интересный город это областной центр давней истории во времена СССР там был построен один большой завод химический комбинат крупный окрон очень крупный а в самом городе ну наверное порядка 10-15 заводов научно-производственных объединений научных институтов связанных с электронной промышленностью одно из них я еще помню с молодых лет завод волна там у них был небольшой музей он производил видеаппаратуру и они гордились заводчане что вот эти камеры их видеонаблюдения стояли на Байконуре и отслеживали пуски ракет видите как то есть вот была стойка завода если вы сегодня приедете туда вы днем с огнем не найдете волны нет она уничтожена она была в центре города но чем центр города привлекает наших новояльных представителей буржуазии конечно совершенно верно вот те цеха которые глядели на центральную улицу большую санкт-петербургскую улицу бывшую ленинградскую это теперь торгово-развлекательный центр внутри есть какие-то малюсенькие по ушке завод планеты НПО планеты огромный завод был разрушен тех цеха которые выходят на улицу это прямо угол напротив Кремля красивое место понятно торговля внутри малые предприятия малые предприятия до 50 человек ну понятно там экономит предприниматель на этом дело а с точки зрения перехода к социализму что должно быть концентрация централизация крупные заводы завод конденсаторов уничтожен завод производящий кинескопы по-моему уничтожен старт влачит существование завод квант ну понятно половина продукции военной была а половина телевизора садков может кто-то и застал нет уже телевизора садков и это повсеместно это же по всей России главное элементная база убита то есть нечего делать и это сборочные и это тоже это уже мы углубляемся но в целом я статистику привел то есть за 30 лет какой бы ни был капитализм он должен хоть чуть-чуть развиваться ну возьмите среднемировые темы ну пускай они 3% в год за 30 лет сколько-то и примеры же есть пожалуйста то есть Корея Германия послевоенная ну все же можно поднять вот такая беда вот у меня знакомый тут на предмет саботажа ну то есть оружие рабочих это саботаж в принципе да он не возразил говорит нашему правительству не так много нужно людей для обслуживания нефтяных вышек так что особо ну наверное есть такое только я не понял насчет саботажа оружие рабочих не саботаж это были такие лудиты 200 назад уничтожали средства производства конечно ничего не вышло оружие рабочая забастовка а то что забастовка да забастовка конечно то есть не выйти на работу взять недельный отпуск это бы сказалось да но у нас сильно не скажется есть вопрос есть желание выставить пожалуйста образование монополий когда они происходят почему их несколько образуется или вот прямо одна почему те же да и Абас и Боинг они допустим в одну не сольются значит а идет противоречивое вот движение то есть с одной стороны тенденция к монополизации в самом начале мы говорим а с другой стороны конкуренция остается как база товарного производства соответственно капитализма империализма ну вот как получится в жизни если вайси где-то нет вывозь вайси а потом снова расходится это жизнь покажет она так сказать в отдельных странах или в группе стран здесь нет каких-то готовых рецептов и нельзя сказать что это приведет к одной монополии то есть такая тенденция есть к единой монополии кстати но она не прерывается конкурентной борьбой ну представьте даже нашу Россию давайте посмотрим у нас что сначала сделала институционная промышленность вот раздробили на отдельной зарядке а сейчас что создали ОАК объединенная строительную компанию теперь все их сливают в одну что там будет завтра не знаю как получится вообще с точки зрения развития капитализма даже вот тенденция концентрация она однозначно позитивная и положительная это видно на примере того как в период СССР были созданы крупнейшие отрасли объединены вот единый народно-хозяйственный комплекс и потом все разрушили вот энергетика самый простой пример она же была ну даже в той же Америке вот единое все есть а у нас что сделали все разрушили бывали случаи когда без электричества сидели целые города и так далее это отрицательная тенденция назад разрушили может пойдет обратно потом пожалуйста у вас вопрос вопрос про амортизационные фонды я насколько понял из статей налогового кодекса вот эти 950 и 46 и 249 там только описывается ну вот правила по которым начисляются в амортизационные фонды эти отчисления а в обязательства они не введены ну то есть собственно что такое амортизация все знают да? ну они никак не обязаны это дело насколько я понимаю да? нет нет вот смотрите как значит они это делают обязаны так есть следующий момент первое какую сумму рассчитать здесь нет никаких статьи уголовного кодекса здесь достаточно известная вольница это раз во вторых вот бухгалтер обязан это ставить выдержки производства или себестоимость иногда называют так соответственно она должна попасть цену выпускаемой продукции и вернуться обязана возвращая и как правило возвращается после реализации продукции в виде выручки так то есть это мое предположение вот как я вот читаю сказать изучая эту ситуацию даже по статистике то есть те кто неправильно считают их немного большая часть правильно считают включают выдержки производства и им эти суммы возвращаются через выручку а вот дальше происходит следующее что должны сделать капиталисты они вот из этой выручки должны выводить выделить вот эти средства которые были рассчитаны и предназначены на амортизацию амортизерных фунтов и как бы их отложить и накапливать до тех пор пока не понадобится заменить эту технику совершенно верно совершенно верно вот если посмотреть сравнить статистику сколько должно быть очень простой пример я сейчас порядок цифр вам назову вот эта амортизация если у нас сейчас порядка 200 триллионов рублей основных средств ну сколько по последнему году вот в этом смотрели статистику по-моему 6-7 триллионов в прошлом году в амортизационный фонд направили так там позапрошлому 6 и так поменьше ведь это же не каждый год меняет точнее меняет каждый год но индивидуальный капиталист должен подкопить денежек и заменить израсходованные потребленные средства производства так вот этих денег должно быть ну порядка ну не знаю 20-30 триллионов рублей раз так плюс прибыль которую капиталисты получают так она же тоже должна быть на счетах плюс денежные средства предназначены на оборотные средства это тоже большие деньги так вот всех денежных средств всех юридических лиц организации нашей банковской системе несколько раз меньше чем то есть чем того что должно быть а должно быть я еще повторяю это средства амортизационного фонда так прибыль и оборотные средства или точнее денежные средства предназначены на оборотные средства они меньше то есть куда разница ушла правильно ответ даете они все уже там выведены вот тогда следующий вопрос новый премьер он же налоговик ну и что он там значит он налоговик по своему так сказать служебному положению которое было до премьерства так а главное его сказать позиция какая сейчас как премьер кто он кого он представляет чьи интересы представляет второе лицо да считаю государство после президента представитель еще не только крупный представитель правящего класса что он должен делать что ему скажет что ему скажет правящий класс вот что ему скажет он и будет делать пока мы не знаем ну судя по всему судя по тем действиям которые были 30 лет так сказать в целом правящий класс остался у нас и лица остались у нас позиция не меняется финансо-экономическом блоке как были либералы так они господствуют вот это все идет еще вопросы да вопрос от СБ что такое кризис перепроизводства и почему он является спутником капитализма значит кризис перепроизводства это фаза важнейшая фаза капиталистического цикла капиталистическое производство развивается циклами циклически то есть не так вот равномерно по-моему я на прошлый день рисовал то есть развитие не идет так вот ну будем считать нормальную ситуацию вот так вот идет развитие да это увеличение значит капитализм развивается циклический цикл это прохождение капиталистического производства четыре фазы то есть первая фаза резкая подъем резкий подъем затем идет кризис резкое падение производства затем идет депрессия так называется депрессия когда производство уже не падает но не поднимается затем идет оживление ну как после болезни вот знаете кризис наступил у человека все выздорове будет жить но после кризиса что депрессия да затем снова резкий подъем вот вот это расставить от этой точки да это есть фаза капиталистический цикл состоится из четырех фаз кризис депрессия оживление подъем так заложено в природе капитализма почему это заложено это фаза значит в основе лежит процесс обновления капитала то есть это стихийное производство в основе стихийное то есть когда все капиталисты при удачном стечении обстоятельств вдруг начинают обновлять капитал развивать производство потом раз есть и все стихийно что происходит перепроизводство поэтому называется кризис перепроизводства. Кто-то выживет, кто-то нет. Это наиболее такое типичное явление для периода свободной конкуренции. Сейчас у нас какой капитализм? Не просто монополистический, а государство монополистический, когда уже государство и крупные монополии стараются как-то регулировать этот процесс. Поэтому сегодня вот этот цикл не носит ярко выраженный характер. Сейчас в руках у правящего класса есть достаточно инструментов, чтобы как-то сглаживать. Но представляете, резкий кризис. Это же страшное дело. Вспомни из истории Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки. Миллионы безработных, смертей, украшения производства и так далее. Сейчас они сглаживают. Подъем сдерживают, кризис смягчается и так далее. И вот он превратит в такую волнообразную линию. Все. Так, вопрос от Сергея Миллера. Учитывая, что промышленников у нас в России около 8-9% от населения, смогут ли они оказать давление на управленцам капитала, если подавляющая часть населения это представители сферы на какое давление мы указываем? Нет, здесь получается как бы наоборот, что правящий класс у нас, какой класс? Буржуазия, он у власти. А раз он у власти, он не просто давление оказывает, он оказывает насилие над всеми остальными, над рабочим классом, над трудящимися целыми. Я с ней же проблему-то. Мне кажется, это вопрос, который сейчас только что обсуждали, хватит ли 10 миллионов фабричных рабочих. Это вот он про это же. Наверное, я односторонне сказал, как мимоходом, что рабочий класс, он не один будет строить цитализм. Вспомним у Ленина классическую фразу известную. Построить коммунизм руками коммунистов это ребячество. Ребячество. Просто рабочий класс это будет, так сказать, руководящая сила. А будут строить все трудящиеся. В том числе инженеры, и писатели, и артисты, и так далее. Вопрос от Анны Жарковой. А дети капитализма говорят, что наши предприятия просто не выдержали конкуренции по сравнению с Западом. И это есть, конечно. Совершенно верно. И есть такая тенденция. То есть наша Россия, став капиталистической, она вышла из лагеря социализма и куда влилась? В империалистический мир. А там какие отношения? Если ты не съешь конкуренты, тебя съедят. И она вошла, что сильная, такой могучая империалистическая держава? А нет, конечно. Поэтому там идет такая конкуренция и давление. Это мы видим по всем линиям. И примеров где-то до миллиона. Кстати, главное, так сказать, лицо империализма, да, Соединенные Штаты Америки применяют по отношению не только к России, но, прежде всего, России. Все методы экономического, даже не политического, даже военного. Ну, на других участках, у грани с Россией. У Розови-то есть выражение, когда прочитал «Капитал» Маркса, мы такую умную книгу одним коммунистам не отдадим. И вот сейчас вот в стадии вот эти, когда рассказывали, да, и у меня просто увиделось, как это руководство, то есть книжка капитала, да, по стадиям развития капитализма, да, это как рейдерский захват СССР, да, вот так если взять прямо, то есть практически все у нас, внедрили тут 70 процентов, 75 даже процентов, это владение сейчас предприятием, это иностранный капитал, даже в оборудовании промышленности только доля государства, тот же Михалков, если вы по первому каналу говорите верить, 14 процентов, все остальное американские, английские фирмы, СУ, МИГ, все эти производства не принадлежат России. Ну да, совершенно верно, то есть вопрос, правильный, и уже ответ дан совершенно правильный в вопросе слушателей. Ну самый последний пример, вот там, за океаном решили, что чего-то там алюминиевое производство развивается, да, в России, не только производство, и компания капиталистические, крупные, это противоречит интересам американского финансового капитала, значит, они предприняли все необходимые действия. Что теперь в итоге? В итоге алюминиевая промышленность, алюминиевые компании, российские, находятся под колпаком, или под контролем, точнее, американского капитала. Ну, если в Совете директоров, сидят большинство, якобы независимых директоров, на самом деле, зависимых от империалистических стран. А тот, который им мешал, вроде как, отодвинуть в сторону, не застенчиво. Еще есть? Там еще момент был такой, что, как бы, на разрушение уже готового предприятия легче нажиться, и рисков меньше. Нет, вот, разрушение предприятия, это пример того, какие недалекие российские капиталисты. зато быстро все в карман можно положить. Вот именно. И без риска, то есть, тут как бы... Лучше разрушить производство, Все продать на металлолом и прочее, прочее, да? Вот накопление такого начального капитала было. Ну, я имею в виду, вот, граница в 90-х годах. Оно продолжается, к сожалению. Ну, да. Да, вопрос от Александра Петрова. Есть расчеты стоимости рабочей силы в храм. Она выражена вне кольцом рублей. Каким образом для разных работников с разной квалификацией производить оплату труда в современном КПД? В современной КПД-набире? В соответствии со стоимостью рабочей силы. Значит, стоимость рабочей силы, еще раз, это стоимость средств существования рабочего и его семьи. Значит, фонд рабочей академии в 2007 году рассчитал, сделал первый расчет стоимости рабочей силы это были докеры морского порта Санкт-Петербурга. И затем стоимость рабочей силы сейчас рассчитывают у нас по городам и весям, в том числе слушатели Красного университета. Она будет разница отличаться. Отличаться от района, от города, от профессии может отличаться. и так далее. Но в целом мы вывод знаем, что сейчас уровень заработной платы, средний уровень заработной платы составляет, дай бог, 20% от уровня стоимости рабочей силы. как достичь уровня заработной платы, который соответствовал уровню стоимости рабочей силы. Ответ простой. Он простой и самый тяжелый. Только организованными коллективными действиями. самих рабочих. Конечно, конечно, самих рабочих. Все? Спасибо, мы почти закончили три минуты с того. Спасибо за внимание. Значит, встречаемся и в задании примерно через нет, на следующей неделе, в следующей среде. Значит, в СДО Красного университета висит список вопросов и список литературы. Вам на выбор ответить на два вопроса. Значит, все, что поступит до среды, я надеюсь, успею проверить и выставить оценки. Также, как правило, выписываю какие-то вопросы, ответы, замечания, которые имеются на обсуждение. А так, мы пройдемся по вопросам. Все, встречаемся через неделю. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...